За прошлый год количество ДТП на территории округа снизилось на 20%. Данные были озвучены в ходе очередного заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, специалисты обсудили состояние аварийности на отдельных участках городских дорог и предстоящий капитальный ремонт двух мостов. Речь идет о мостовой переправе через реку Лесозаводская Курья и мостовом сооружении через реку Колва на трассе Нарин-Марусинск между поселком Харьягинск и границей округа. По итогам прошедшего года отмечают окружные полицейские. На территории региона зарегистрировано 32 дорожных происшествия, в которых 33 человека получили ранения, трое погибли. Из них в результате наезда автотранспорта два пешехода. Кроме того, в течение года было зафиксировано 10 опрокидываний автомобилей, 7 столкновений и 4 наезда на препятствия. Определяющее влияние на уровень аварийности у нас оказывают до сих пор водители транспортных средств. В результате нарушения правил дорожного движения зарегистрировано у нас 87,5% всех происшествий. За истекший период зарегистрировано у нас 28 таких происшествий. В шести из 28 по вине водителей, шесть у нас по вине пешеходов. Каждый пятый ДТП является следственным нарушением правил дорожного движения пешеходами. Все возрегистрировано шесть, в которых у нас погиб один человек. Это пешеход у нас и получили ранее шесть человек. Практически все происшествия по вине пешеходов у нас произошли на территории города Нарин-Мар. Каждое четвертое ДТП совершено водителями в состоянии опьянения. Водительских прав по решению суда лишились 157 человек. С начала этого года в округе зарегистрировано 179 ДТП. Особое внимание члены комиссии уделили вопросу безопасности дорожного движения и обустройству пешеходных переходов. Так, в рамках нацпроектов в этом году планируется создание трех умных переходов, установка которых будет согласована с ГИБДД. Если пока же практика, она должна сложиться положительное. Мы за 2-3 года уменьшим пострадавших именно пешеходов. Потому что там предусмотрено как дополнительное освещение, так и дополнительные сигналы водителя. В ходе заседания комиссии участники обсудили также капитальный ремонт двух мостовых сооружений. Это мост через лесозаводскую Курью и реку Колва на дороге на Ренмар-Усинск. Капремонт моста через реку Колва составит порядка 870 миллионов рублей. Получили проект. Там очень сложный ремонт связан с тем, что 4 путепровода находятся на мосту, которые будут вынесены намного позже, потому что там экологические проходы. Я имею в виду владельцы этих нефтепроводов, они подходят к экологической экспертизе, и многим надо выходить и закладывать в бюджет своих компаний деньги. Поэтому будет без остановки нефтепроводов проводиться ремонт. Значит, будет организовано движение по одной полосе. В 9 раз мы будем перекрывать полностью мост на 5 дней. Это будет связано с подъемом конструкции моста. Что касается лесозаводского моста, движение транспорта здесь будет организовано по временному мосту, который установят со стороны детского сада «Теремок». Ширина проезжей части временного двухполосного моста составит 8 метров. Максимальная скорость движения по нему – 20 километров в час. На сегодняшний день проектная стоимость мероприятия составляет почти 250 миллионов рублей. Проведение капитальных ремонтов обоих объектов запланировано на период до 2021 года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.